Итак, уважаемые коллеги, в этот раз я решил рассказать о том, что уже для всех свободно распространяемый продукт называется Home Assistant. Мы над ним работали вдвоем с Воронином Ростиславом. И вот наш продукт, результат работы как раз выставляем на всеобщее обосрение. Каждый из нас живет в своем доме, и все мы хотим, чтобы дом у нас был удобный, комфортный, экономичный, чтобы мы могли чувствовать себя хорошо и не тратили при этом, соответственно, больших средств. Поэтому существует масса всяких приложений, в том числе Home Assistant позволяет вам множество устройств, которые в вашем доме присутствуют. Электричество, естественно, есть у нас у каждого в доме, правильно? И, соответственно, эти устройства, питаемые от электричества, чтобы они между собой взаимодействовали и помогали вам, для этого существуют разные решения. В принципе, видите, даже для школьников такие игрушечные домики для Барби уже даже выпускают, чтобы они потренировались как бы на мышках, на хомячках, и дальше уже переходили непосредственно к работе. Вот такие устройства доступны в маркетплейсах сейчас, из которых наша жизнь удобнее, комфортнее и воспринимается достаточно хорошо. И чтобы установить приложение, существует несколько вариантов. Самый простой, конечно, вариант, который рекомендуют те, кто его разрабатывает, это с гитхаба скачать на SSD-шку образ, имидж, и залить его на носитель. Вставляете носитель в Raspberry Pi, ну, в какой-то одноплатник, он у вас загружает, загружает, загружается, и если с роутером подключен, вводите команду Home Assistant Local и видите в браузере уже в среду, в нее заходите, там пишите, как вас зовут, там где вы расположены, запускаете и работаете. Она привязана к географии, она привязана там к солнцу, привязана к температуре, к погодным условиям, поэтому и нужно сказать, где вы живете. Ну, не обязательно город, но хотя бы примерно район. Ну, так как мы на конференции Alt-Linux, то, соответственно, очень хорошо, что появилась сборка этого свободного пакета внутри репозитории. То есть, если у вас стоит 10-й Alt или CZiv, то вы можете просто одной командой get install has core установить. Почему core? Потому что вот эта прикладная программа, она подразумевает несколько уровней. То есть, core, это оно работает всегда и везде, неважно, что у вас есть. Без core вообще ничего работать не будет, то есть, это основное ядро. И дальше пошли всякие примочки, приблуды, навороты. Вот SuperVisor, это для тех, кто привык в Windows жить, кто любит только мышками кликать, кто ненавидит, не знает о существовании командной строки. Ну, в принципе, Home Assistant позиционирует себя как приложение для домохозяек. Как бы, вот поэтому несколько уровней. Вот SuperVisor для тех, кто работает именно глазами, то есть, иконочками там, мышками. Ну и, соответственно, операционная система. Как я сказал, в нашем случае мы с вами уже операционную систему Alt используем. Они говорят, что у них есть своя операционная система, что-то на базе Debian. И говорят, что, пожалуйста, можете, вот, они предлагают, чтобы работали в их операционной системе. Потому что, когда устанавливаешь решение, скачанное вот с GitHub, то там много-много всяких доложено настройщик. Сейчас я про них расскажу, про эти настройки. Оборудование. Ну, моя задача, которой мы занимались, подразумевала маленький одноплатник, маленькая затрата энергии, вплоть до, там, буквально, чтобы автомобильного аккумулятора все лето проработала, и голова про это не болела. Поэтому, ну, у меня вот был OrangePay. Можно также, я попробовал на RaspberryPay поставить. То есть, на любую ARM-архитектуру встает, работает, живет, и прямо все очень даже хорошо. Ну, естественно, на Intel можно. Вот они там себе предлагают Intel Nuki, такие вот компы, чтобы вот, типа, вот на них ставьте, и все вам будет хорошо. Ну, вот на нем я не проверял, но, наверное, все будет работать. Да, ну и на сервере у меня, у меня вот, на котором я вот вчера выступал про нейросети, да, но на тот сервер развернул, ну, все работает, естественно, да, то есть на Intel конфигурации эта система тоже живет. Устройства. Устройства эти, какие все связываются между собой устройства, они доступны сейчас очень много, причем вот эти вот такие вот маленькие датчики, таблеточки, они у меня с собой есть. Я привез сюда, тут показывал, кто спрашивал, демонстрировал. Я вообще не понимаю, как он может стоить вот это вот 270 рублей, вот этот вот датчик, он работает больше года, по блютузу отдает информацию, измеряет и все хранит в себе внутри данные. То есть, ну, вот мир развивается, мы этого видим, ощущаем, можем этим воспользоваться. Ну, чтобы не просто сам по себе датчик лежал, и вы подходили, смотрели на него, а чтобы вы могли видеть историю, как раз вот наше приложение, про которое мы говорим, как вам ассистента, и предназначено. Ну, и дальше, естественно, к нему еще идут умные розетки. То есть, в свое время мы с друзьями увлекались тем, что пилот такой делал из пяти розеток умный, там он у нас получался в районе трех тысяч рублей. А вот сейчас вот за 600 рублей можно купить вот такую розетку, втыкаешь ее в розетку, она-то повторяется. Ну, и в ней микрочип, который связывается по протоколам дистанционным, и вы можете сами того, ну, как, не задумываясь управлять устройствами, как тебе любят, говорят, уехали на конференцию и забыли выключить утюг, проверили, дистанционно выключился он. Ну, и плюс также о датчике открытия дверей. Если мы с вами на конференции, кто-то к вам зашел, вы об этом можете узнать. Лампочки цветные, которые по телефону цвет меняют, включаются, выключаются, датчики движения. Даже на котов реагируют, на маленькие объекты. На мыши не реагируют, а вот на котов реагируют. И, соответственно, беспроводные выключатели. То есть, если вы строите, сейчас будете строить свой дом, то вам не нужно уже будет протягивать электрику до выключателей. То есть, вы только лампочки выключаете, а включение-выключение с выключателей происходит беспроводным образом в любое место оставить, куда удобно. Здесь, повыше, пониже, там, для ребенка или себе повыше поставите. Не, батарейка в них есть, просто не надо к ней питание подводить. И эта батарейка несколько лет работает на включение-выключение. Плюс, конечно, там, ну, я не говорю про умный пылесос, про другие такие девайсы. Да, это все. А, и карнизы для открытия штор. Итак, значит, еще в двух словах я хотел пояснить суть вот этого всей программы. То есть, она состоит, когда я в нее первый раз вошел, очень много информации, очень много роликов, очень много написано на русском, на английском языке, но ничего не понятно. Почему? Потому что это open source. То есть, каждый пишет в силу своего понимания. И вот для меня было достаточно долго разобраться, что же такое entity, что же такое… Потому что там то на английском, то на русском написано. Значит, суть такая стоит в том, что у нас есть объекты, вот эти вот самые краслампочки, пылесосы, карнизы. Я вам делюсь сокровенно, что я сумел узнать. Эти объекты, они объединяются на несколько устройств. То есть, допустим, розетка, у нее есть несколько объектов. Она объект измерения энергии, сколько прошло через электророзетку. Объектом является измерение тока, объектом является подсчет киловатт-часов. Объектом является включен-выключен, объектом является лампочка на ней моргает или не моргает. А устройство – сама розетка. Ну и чтобы эту розетку увидела среда, хомо-ассистент, она должна быть интегрирована. Поэтому интеграция. То есть, вот такие вот три последовательности предусмотрены. Ради чего это мы делаем? Мы делаем, что в случае какого-то события что-то должно происходить. Поэтому хомо-ассистент у нас занимается автоматизацией. То есть, с чего начинается автоматизация? С какого-то события, с триггера, выстрела, грубо говоря. Что-то случилось, дальше он анализирует условия. Как я говорил, он привязывается, когда при инсталляции к вашему местоположению, город, уровень над водой. То есть, он знает тогда, соответственно, солнце, когда у вас сходит. Он знает, какие у вас погодные условия. С норвежского института берет. Ну или с Яндекс.Погода там. Ну, неважно, откуда он берет. То есть, вот эти условия. В зависимости от условий. То есть, взошло у вас солнце и у вас лето, вам шторы надо опустить. Или у вас солнце ушло за горизонт, у вас холод, зима, шторами закрываем, чтобы из окна не дуло. И действия, да, вот какие. Ну, вот здесь я привел немножко, конечно, мелковато. Елочка гори, елочка потухнет. События. То есть, у меня на улице елка перед Новым годом была. То есть, как солнце уходит, я елочку включаю. Солнце всходит, елочка гаснет, чтобы энергию днем не тратить. Для тех, кто любит, соответственно, кодировать, у него предусмотрена панель разработчика. Можно внутрь туда залезть, посмотреть, что эти из себя представляют. Пакеты там, шаблоны. Ну, своя идеология, конечно. Ну, посидел, поразбирался. То есть, документация как бы есть, но толку от нее было не так много. Пришлось, конечно, все экспериментами добиваться. Ну, да, разобраться можно. То есть, как бы с этими шаблонами пользоваться. Вот видите, температуру показывает тут все. Холдно, зима, какие-то там еще данные выдает. И самое главное, вот смотрите, вот эти устройства, про которые я говорю, розетка, лампочка, они все сейчас идут на модных ESP-шках. ESP-32, ESP-8266. Вот, и причем эти хом-ассистенты, команда хом-ассистентов говорит, забудьте все, что было. Вот мы тут сейчас с вами про кутии рассказываем, про это. Они говорят, только Python. Для управления устройствами нам нужен только Python. И вот это вот они продвигают ESP-хом, в котором живет Python, Python. И вот типа вот там все сценарии, все, вот мы вам даем, пользуйтесь этим. Ну, не знаю, вроде, ну, как-то сначала, поначалу, да, ESP-шку мы программировали на C, связывали ее, работала она, да. Но вот они говорят, что вы неправильно поступаете, идите вот в этот ESP-хом. Так, протоколы связи. Ну, естественно, конечно, если у вас какой-то роутер, вы можете по Ethernet-у связаться с ним, да. Безусловно, все это поддерживает Wi-Fi, Bluetooth. И да, вот Zigbee-устройство. Я помню, что Zigbee, вот мы с вами сколько уже лет, 10 здесь ездим? Я еще… Да, Zigbee очень давно он был, но он как-то вот лежал внизу-внизу-внизу, и вроде он был, никто им не пользовался. А сейчас вот устройства Zigbee прямо, вот их много, и они 3 копейки стоят. То есть это все больше и больше становится реально востребованным. Да, ну и дальше уже вот еще MQTT, протокол связи для того, чтобы общаться с устройством. Если вы не хотите ESP-хом пользоваться, то MQTT можно связывать, если вы свое какое-то устройство разработали, чтобы туда интегрировать. Ну и если вы купили устройство, то тогда вам нужен API-ключ. API-ключ — это хитрость маркетинговая. Получается, что вы купили розетку, ну, какого-то производителя. Производитель говорит, давай, регистрируй ее у меня на сервере. Вы зарегистрировали, ну, чтобы ее включить, вы же хотите включить, посмотреть. Вы зарегистрировали розетку на сервере у него. Он говорит, да, да, вот введите свой логин, пароль, и вот вам там все, она у вас работает. Она у вас работает, но при этом каждая включенная розетка, он, грубо говоря, про вас знает. Знает через облако. Хорошо, если этот производитель эти облака свои отдал и держит там без разницы. А с другой стороны, после всех наших событий прошлогодних, у некоторых облака перестают работать. И ваш умный дом, купленный за какие-то деньги, вдруг, бах, он совсем неумным становится, потому что облака все закрылись. Вот, чтобы вытянуть из облака информацию о своей розетке, есть так называемый API-ключ. Он там определенным образом, эти Home Assistant говорят, как вытягиваешь его, кладешь, и как бы тогда все живет внутри твоего сервера без выхода наружу. То есть, да, вот про что я говорю, производители, вот видите, производители, это вот так называемый, ну бренд, бренды, да, вот у них тут флор, там еще какой-то этот соляр, солнечная энергия, пожалуйста. Ну вот много-много, вот это интеграция называется, то есть у них там больше сотни этих интеграций. Ну и вот все датчики, которые вы покупаете устройство, они через эти интеграции подвязываются. Чем мне понравилось Home Assistant в отличие от конкурентов проприетарных? Тем, что, ну, известные, которые у меня были, ну, у кого я посмотрел, они на телефонах. Ну, на телефоне, да, удобно, в кармане всегда, но вот Home Assistant мне на экране хочется посмотреть, и потом аналитику я провожу. Ну, вот смотрите, вот здесь у меня вот электроэнергия потреблялась, 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 ой, пардон, назад. Потреблялась, потом ночью ее не потреблялось, свет, свет, это я растение освещал, потом они снова стали потребляться. И вот плюс на это я могу какую-то уже аналитику наложить, два датчика построить, три датчика построить. Видно, вот температура, как себя коррелирует с энергией. Вот, это очень важно бывает, что вот тут вот энергия расходуется, а это вот киловатт-часы. То есть это вот мощности, какие вот включены-выключены, а это киловатт-часы. То есть если вы что-то там над чем-то раззадумываетесь, хотите, чтобы у вас меньше денег за коммунальные счета было, то вот это вот очень даже удобно бывает. Так, ну и коллеги, я вот обращаюсь к вам, уважаемое сообщество. Это все живет внутри роутера. Ну, а зачастую уже наше 192, 168, 0, 1 или 1, 1 недоступно. Поэтому мне жизненно было необходимо пользоваться какими-то средствами дистанционной связи с ними. Ну, вот я прошу, вот Rusdesk, допустим, Rusdesk клиент в альтах есть. Но Rusdesk опять, Rusdesk, он же корейская какая-то, вот его нету, захочет он свой сервер закрыть, и мы с вами не сможем ничего сделать, а он же open source, и в принципе, если можно сервер Rusdesk вложить в репозиторию альтов, ну или куда-то как-то, то тогда была бы очень большая закрыта потребность, возможность была бы с реализацией, и можно было бы издалека достукиваться, заходить внутрь своего дома, преодолевая все вот эти ограничения роутеров на местной локальной сети и не пользуясь белыми IP-адресами легальными, статическими. Ну и да, еще проблема с альтами, скажу прямо, возникла в версиях питона. То есть эти хомоассистенты все время обновляются и высовывают какую-то новую версию, то 11-ю версию питона, ну не знаю, она нестабильная какая-то, да, я не знаю. Ну вот если бы корреляция с версиями питона, поэтому то вообще было бы здорово. Так, ну на этом я уже заканчиваю. Это результат того доказательства, что он все-таки отработал, хомоассистент. Я вырастил за лето помидоры, перцы, огурцы нету, дыни и арбузы, это Подмосковье. В дыне, да, их много у меня было, помидоров больше 100 килограмм выросло. Вот семья из трех человек, мы все их съели. Ну все, прошу вас, вопросы. Так, можно я начну? Вы хотели удаленный доступ через шаринг экрана вместо того, чтобы пробрасывать HTTP интерфейс? Я здесь наверху. А, да, да, извините. Да, у меня просто персональный микрофон, который никто не отберет. Смотрите, да, да, иногда бывает нужно достучаться туда внутрь. По HTTP не все вопросы можно решить, особенно если я вот корр и поставил, тогда у него нету, корр это ядро, мне надо в командную строку входить, чтобы перегрузить там конфигурационные файлы подправить. Ну определенным образом, да, вот мне показалось самое простое через раздеск вот это вот реализовать проблему, снять. То есть речь идет о вообще полном отсутствии интерфейса? Да, 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 да. Он живет у нас за роутером. Вот у меня, допустим, в теплице, там теплица вообще там интернета даже и толком-то нету. А мне туда вот иногда нужно зайти и что-то там поделать. Просто гнать картинку ради этого, сомнительная затея. Ну она и для других… Просто терминал каким-то образом прокинуть. VPN до дома, ревиз СССР, туннелей, не знаю. Я выкрутился, надеюсь, что можно выкрутиться, но мне показалось, вот это для домохозяек, чтобы было удобнее. И второй вопрос. Не думали насчет прошивки уже существующих железяк во что-то более доступное? Допустим, сейчас я в наглую залезу к вам в компьютер и продемонстрирую. Здесь стоит санофовский модуль управления, по сути, розеточка, с прошивкой альтернативной. А, ну да, да, да. И вот оно работает, MQTT привязывается вполне себе. То есть для всего, что основано на ESP, ну в основном это 8266, есть альтернативная прошивка, которую можно и датчики прикрутить в три клика. Да-да-да, это все можно, отлично, это смотрит, да, она работает, связывается, тем более по MQTT, вот, ну как, да, хорошо работает, но все, в порядке, отлично. Так, кто из нас первый? Да. Подскажите, пожалуйста, вот, например, я бы с удовольствием решил задачу измерения температуры на улице. Нам гесметио показывает одно, яндекс другое, хочу знать, сколько у меня актуально. При этом я не хочу сверлить стеклопакеты, тянуть провода, портить себе окна. Есть ли такой датчик, который я просто вешаю за балкон, и он от минус 40 до плюс 40 автономно работает, у него литиевая батарейка не грустит в минус 40, он в плюс 40 не перегревается, и чтобы он стоил не как самолет. Ну, минус 40, плюс 40 не знаю, но вот эти вот за 300 рублей вот эти вот Xiaomi датчики по Bluetooth батарейки, да, больше года работает. Ну, только от дождя его надо защитить, чтобы… Вот, чтобы его дождь не поливал. Нет, ну, крышу, то есть он это… И потом вашу температуру в домике надо в каком-то мерить, чтобы солнце… Нет, температура на улице. Вот я собираюсь выходить на улицу, хочу знать, сколько градусов. Мне сайты погоды показывают с сбросом плюс-минус 10 градусов. Вешать обычно спиртовой термометр, до него идти долго смотреть. Вот мне было бы комфортно вот умный дом применить. Открыл телефон, смотрю, опа, за моим балконом минус 25, отлично. Минус 25 на солнышке уточню. Да, или минус 25 тени. Ну, да, ему надо место еще развешивания придумать, но минус 25 ему будет. Да, да, да. Ну, мы сейчас по системе, а не проодевайся. Решаем бюджетным способом или… Решаем, решаем, да, да. Давайте, подойдите, я вам скажу. Спасибо. Да, Гоша. Во-первых, замечание про этот самый Rust чего-то там. Да, 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 смотрите. Чудес не бывает для того, чтобы извне попасть внутрь своего домашнего сервера, кому-то нужно показать белый IP-адрес, по которому вы подключаетесь. По-другому быть не может. Кто-то должен предоставить этот сервер. Вопрос не про наличие сервера в дистрибутиве, вопрос про наличие… Белого IP-адреса. …чего-то, какой-то точки в интернете, через которую вы будете подключаться. Этой точкой является сейчас тот самый Rust сервер, про который вы говорите, что он может исчезнуть, но все равно что-то нужно. Но у меня вопрос другой. Вот вы показывали, там был кадр про скриптование, да, можно ли там объединять не только entity, но и прямо устройство. Предположим, я хочу, чтобы у меня по датчику движения включался свет, если прошел некто тяжелее 20 килограммов, да, кошки, чтобы не включали свет. Ну, там датчик давления, это же довольно просто. Это можно сделать? Эти скриптования позволяют такие вещи? Да, 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 конечно, на это он и рассчитан. Вот триггер условия, вот в условиях тогда вписывается, вот в этих условиях, и вот это вот второй датчик, первый датчик подвижения, второй датчик веса срабатывает. Два условия. Спасибо большое. Пожалуйста, поделитесь, пожалуйста, впечатлениями про менеджер пакетов, касаемых, ну, не самого питона, который берется в дистрибутиве, а тех пакетов, модулей, которые хомастисен предлагает. Я так понимаю, вот все основано на Python среде, и меня немного смущало, когда я сталкивался с конфликтами одних проектов и других по зависимости. У вас был такой опыт? Да, к сожалению, очень много конфликтов, и поэтому иногда даже сервер, ну, в смысле, один из компов мне пришлось вообще заново операционку переустановить из-за того, что что-то так законфликтовало, что я не смог разобраться. У Python есть PeopleStall и Venn, и все, никаких конфликтов. Имеется в виду, что одна интеграция требует одну библиотеку или там какую-то версию, а другая интеграция, другую библиотеку. Совершенно верно. В Python нужно, чтобы эти обе среды работали вместе. Нужно, чтобы вендоры договорились друг с другом. Да, 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 докер, да, да, они, кстати, и говорят, можете в докер поставить. Не только вендоры, но и авторы интеграции открытых. Да, 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 потому что так-то библиотеку не нужно. Если Python, то просто два венда, и все. А вот если они должны вместе сотрудничать. Да, два датчика. Один на кошку, другой на собаку, чтобы срабатывали. Пожалуйста. Можно? Да. А, вот, да. Я сейчас посмотрел, на Alt-Wiki у нас ничего про это нет, хотя в репозитории есть. В Alt-Wiki нету, есть… Можно статью добавить туда. Это было бы вообще не лишним. Все. Тем более описать, как установить, как скриптовать, какие-то грабли, которые уже… Все, понял, да, спасибо. Это было бы очень полезно. Хорошо. Можно короткий буквально комментарий, если вы столкнулись или исследовали доступный open hardware или хотя бы просто какие-то кастомизируемые платформы для таких девайсов, но чтобы не за 300 рублей покупать, а можно там какую-то плату взять, более-менее нестанкартизованную, чтобы реле электричество подключало и так далее. Есть что-то, что… Да, да, вот только что вы это. Вы видите, пожалуйста. Да, вот все это… Я знаю, я имею в виду более уже собранные прикладные вещи вокруг ESP. Понятно, что можно взять ESP, самым руками все собрать, а вот именно какие-то комплекты более прикладные, чтобы там и розетки были, и поливалки были, что-то такое же для конечных пользователей. Ну вот я сказал, что я удивился, как за маленькую сумму такое большое устройство, там за 300 рублей датчик, за 600 рублей розетку. То есть, понимаете, я сам делаю, вот если подойдете, покажу эти платы. Моя плата стоит там в районе, вот продается 5000 рублей, хотя сейчас эту плату, такую плату, ну, за, не знаю, и за 2000 рублей никто не купит, потому что я прохожу путь, именно как вы правильно говорите, от разработки, изготовления до маркетинга. Пытаюсь это все продавать, свои там какие-то устройства. И я не могу снизить цену. Почему? Потому что у меня там, ну, я заказываю партию 100 штук, и, соответственно, цена достаточно большая. То, что вы говорите, да, это тулкиты какие-то, разработанные какими-то разработчиками. Ну, их надо сделать, да, но они будут, конечно, чуть дороже, чем то, что китайцы сейчас на рынке выбрасывают в массовом количестве и по очень низким ценам. Ну, да, вот в основном, конечно, ESP. Да, вот сейчас это самое. Ну, ESP, опять же, прошу прощения за то, что высокий, я считаю, вот мое мнение, высокий порог входа. То есть ребенок, скажем так, который может с Ардуинкой разобраться, запустить робота, он поедет, и там проект сделает, выступит с ним, но он сначала должен с Ардуинкой поговоряться, только после этого ему давать ESP. Потому что если ему дашь ESP, он там, у него английский, у него там хоккей, ему некогда, и все, и потом его не найдешь, этого ребенка уже. Ну, какой-нибудь продвижник будет, а в основном массовая методика такая входа должна быть. На самом деле это не совсем правильное утверждение, просто по сравнению с Ардуинкой, ESP шоколад сожжет на 2 больше, потому что она 3,3 вольта питания, вся разница. Ну, сожжет, да. Нет, ну, мы же говорим про массового человека, ну, массовую школу, чтобы как можно больше людей пришло, а не только в кружках. Ну, да, да, да. Коллеги, у нас потихоньку это все в кулуар уже переходит. Можно сейчас 7 минут для вопроса? Давайте там продолжим. Спасибо большое за интересный доклад, сейчас будет время обсудить. Субтитры сделал DimaTorzok